Это лицо новоалтельских окраин. По старой привычке жизнь примитивно шутит. Микрорайон называется Дорожник. И как сапожник без сапог, он живет без нормального асфальта годами. А вот так здесь относятся к ограничению для проезда тяжелой техники. Местные жители говорят, что даже редкий ремонт ближе к издевательству. Ремонт последний раз был вот небольшого участка у нас вот здесь вот возле остановки, благодаря сайту убитые дороги. Но отремонтировали буквально метров 10, не захватив близлежащие ямы. Постоянно звоним, спрашиваем, нам обещают, кормят каждый год, что на следующий год будет ремонт. Вот ее как положили, ее не ремонтировали ни разу. А некоторые улицы не ремонтировались с советских времен. Об этом говорит городской депутат Дмитрий Гришин. И район Дорожник, по его словам, лишь пример. Немалую долю Новоалтайска составляет частный сектор, где асфальт заменяют кочки, выбоины, промоины, рыпины, углубления, рвы, колдобины, ухабы. И это даже не считая ям. В районах новостроек картина не лучшая. Начиная с 2017 года и на городском собрании, и на комиссии по жизнеобеспечению, да, и делал много депутатских запросов на имя главы города, о том, чтобы включили данную улицу программу безопасной и качественной дороги. Но были все отписки. Обещали, обещали. Ну и говорили, как всегда, вы держитесь. Но денег нет. Упал объем финансирования из федерального центра. Об этом рассказали в администрации Новоалтайска. В прошлые годы бюджета хватало на капремонт 7 километров дорог за сезон. В этом году на километр меньше. Отремонтируют участок до поселка Укладочный. От железнодорожного вокзала до военкомата. Улица в микрорайоне Раздолье. А ведь есть еще и ямочный ремонт. Конечно, у нас есть маленькое несоответствие в наших планах и теми деньгами, которыми мы располагаем. Мы насчитали больше 2000 квадратов ремонта ямочного в городе. Но возможности сделать есть только 900 квадратов. Чиновник рассказал, что у главы города будут просить дополнительных ресурсов. Для быстрорастущего города с дотационным бюджетом 130 миллионов на ремонт и 13 миллионов на содержание. Цифры незначительные. Варианты увеличить финансирование или переименовать район дорожник. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком.